всем привет мои дорогие начинаю новое видео сегодня утром я выпустила видео где рассказала вам о том что у меня сломалась экшн камера поломка по-прежнему сохраняется то есть как это получилось я не знаю как это получилось камеру я очень снимала видеоролик она у меня села камеру батарейка села я поставила на зарядку то есть как бы поставила на зарядку он и забыла поставила себе пошла заниматься своими делами пошла за компьютер села начала работать вот потом в этот день то есть я как бы у меня был видеоролик я делала то есть камеру я не трогала я забыла о ней напрочь и вот уже на утро я вспомнила что нужно точнее вспомнила решила что нужно снимать видеоролик взяла камеру думаю сейчас скину флеш карты то что на этом есть и заново начну новый видеоролик снимать смотрю на не включать я подумал что она не зарядилась я начинаю вставлять зарядное устройство и как бы даже ничего не включается ничего не горит то есть я поняла что она скорее всего я не знаю поэтому все камеры больше нет здесь у нас не делают то есть как бы я нельзя ну гарантия у нее конечно же уже закончилась если там год была гарантия как раз таки год она поработала даже больше года чтобы что говорить на года полтора два смотрит видеоролики подробно тут видео я показывал когда я покупал ну да вот не в том году позапрошлом году да я ее покупала так что теперь говорить нужно теперь я не знаю пока буду снимать на телефон как телефон здесь переделать ну а сексен камерой я не знаю как пока покупку честно не поняли я не жалуюсь ребят я просто рассказываю что если вы увидите просто что хоть хуже стала съемка не обессудьте ничего покатить и не могу сделать потому что ну действительно как вот и будет снимать так соответственно мотивацию на уборку на готовка ничего это снимать пока не могу на уборку я давно уже не выкладываю здесь на канале только на джем снимала ну и на джем теперь не буду выкладывать вот так что как то так ничего страшного в день конечно не заканчивается я обязательно буду стараться буду что-то придумывать чтобы не бросать потому что это не просто как бы не только мое хобби но это еще и моя работа то есть даже на джем элементарно я не смогу ничего снимать пока у меня нет этой камеры нет я это что-то придумала я вообще нет я конечно расстроилась да но я потом посидела подумала ну были и хуже ситуации в моей жизни то есть как бы ну а все строилось и с этим справлюсь нужно оптимистичнее потому что я всегда вам говорю что нужно не сдаваться не опускать руки и идти вперед и сейчас то же самое я говорю себе нужно не сдаваться не опускать руки и идти вперед в конце концов это обычная камера ну нет период ничего страшного ежи телефон да все равно я думаю что не потеряюсь я придумаю обязательно что сделать и как снимать видеоролики конечно основной мой канал это кулинарный канал мастер своего дела это не здесь я в логе вам снимаю разумеется у меня основная задача я прошу прощения что мне трясется просто я держу рукой основная моя задача весь фон свой функционал мысли направить на то как снимать видеорецепты потому что это самое главное то есть как бы канал должен продолжать развиваться только лет я уже на него потратила и вот так вот раз и бросить нет 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 так что буду что-то придумывать обязательно важно я хочу поблагодарить вы действительно мне как-то мотивируйте меня на дальнейшие мои действия и я думаю сейчас активно думаю как из этой ситуации видите что делать ребят но пытаюсь ее зарядить сейчас покажу вам я уже и батарейку вынимала то есть как бы сейчас стану зарядник вот здесь вот где сейчас штекер вставлен должна гореть кнопочка оранжевым она горит к или заряжается но это бесполезно и здесь вот так я включаю как бы видите да кнопочка ничего все расстроилась я жутко все это уже поняли но знаете что самое обидное когда мы убирали эту камеру то есть как бы нам советовали я мы просили я просила что-нибудь получше действительно что не только качество но как бы еще может послужить нам советовали вот именно этот вариант то есть были же там варианты намного дешевле тоже sony было sony были экшн камеры но я выбрала именно вот эту то есть думаю ну конечно за 50 тысяч я брать не стала вот за 22 я взяла это тогда сейчас я не знаю сколько стоит и все я в шоке просто не берите вот я не знаю кто запомнил вот видите то есть это пусть и мой горький опыт может быть кому-то примером послужит не нужно такое брать то есть вам насоветую и получится то что у меня дай бог так знаете тут все таки такая действительно техника вот как попадешь помню первый просто аппарат которого все фотоаппарат именно с которого все начиналось сама вот эта вот работа ником d3 100 то есть прости и считалось самое там наверное первая модель которая тогда появилась она была действительно хорошего качества и в плане видео конечно нет она не шла но вот именно в плане фотографий ребят я не знаю я была на тот момент от нее в восторге это был первый да понятно что никаких наворотов ничего нет действительно она хорошие и потом он у меня этот аппарат именно с 2015 и наверное в прошлом году я его продала на продала то есть приехал мужчина забрал там я уже продала его конечно я не помню за три наверное тысячи но можно сказать что дарма отдала но смысл в том что и он как бы был действительно тоже очень рад эти покупки и стал что ну хороших парад и как бы у него начало служит потом писала мне так вот бывает а здесь нет слов знаете тут все таки такая действительно техника вот как попадешь помню первый просто аппарат которого все этот аппарат именно с которого все начиналось сама вот эта вот работа ником d3 100 то есть простейшая да вот самая там наверное первая модель которая тогда появилась она была действительно хорошего качества и в плане видео конечно нет она не шла но вот именно в плане фотографий ребят я не знаю я была на тот момент от нее в восторге это был первый да понятно что никаких наворотов ничего нет но действительно она хорошие и потом он у меня этот аппарат именно 2015 и наверное прошлом году я его продала на продала то есть приехал мужчина забрал там я уже продала его конечно я не помню за три наверное тысячи но может кажется дарма отдала но смысл в том что и он как бы был действительно тоже очень рад эти покупки и стал что ну хороших парад и как бы у него начало служит потом писала мне так вот бывает а здесь нет слов ребята хотела вам показать я все обещала и никак не показывала вот этот тоник это тот который изначально я вот купила то что сейчас у меня цвет волос на голове это вот этот тоник и следующий вот который я купила нет это тоже дороже вот видите здесь 420 рублей а вот этот я покупала за 150 это вообще бюджетный вариант вот этот еще не пробовала то есть хочу попробовать русы видите надеюсь что нормально будет пока краситься как-то не хочу потому что вот первоначально когда было но было мне эмилирование на голове я покрасилась в светло-русый цвет уже вот сейчас наверное неделю назад я покрасила светло-русый цвет это не тоником а краской мне не понравилось потому что у меня корни сильно отросли уже когда было эмилирование поэтому получилось как-то сверху темно какой-то рыжий а здесь ну русый тоже как-то не очень общем то опять я получилось не одного цвета красилась сама то есть я не ходила в салон сама решила покрасить еще такого не делала конечно ну вот решила как-то поэкспериментировать и хотя с экспериментами для волос я вам говорю уже я не люблю разморачиваться не люблю такое вообще ну вот что-то меня сподвигло в общем то ладно потом нанесла вот этот вот тоник него то что сейчас мы у меня видим на голове результат вот больше вот этого тоником принципе так терпим и нормально но не очень как-то не вау скажем так поэтому попробую вот этот сказали что это вроде как более бережное такое посмотрим еще как будет этот тоник для волос но так пока краситься не буду притормозим немножечко ребятки мне тоже волос жалко поэтому пока вот так